Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня пойдет речь у нас о противоморозной добавке для бетонов и растворов. То есть, видео больше для моих учеников. Ну, вы помните, мы с вами проходили на материаловедении добавки, которые применяются для повышения, скажем, пластичности раствора, для повышения его водонепроницаемости и также для того, чтобы мы могли применять растворы в зимних условиях. Для чего нам нужно применять растворы, антиморозные добавки в зимних условиях? Ну, вы знаете, что если у нас цемент смешивается с водой, он тут же начинает твердеть, то есть он начинает превращаться в твердое состояние. Поэтому цемент и вода, и потом он превращается, скажем, в камень. А что происходит, если у нас, скажем, температура воздуха отрицательная? Вы знаете, что вода замерзает при температуре 0 градусов. Если у нас, скажем, на улице минус 5, минус 10, и мы с вами выполняем либо кирпичную кладку, либо бетонируем, вода в растворе замерзает. Вода в растворе замерзает, то есть она с раствора исчезает. И получается, что цементу не с чем вступать в реакцию, и он перестает твердеть, останавливается процесс твердения. И это чем потом чревато? Чревато тем, что после уже определенного срока, если, скажем, раствор или бетон замерзли, они потом начинают просто-напросто разваливаться, шелушаться, послойно, можно руками будет разбирать. У меня подошло время бетонировать фундамент под курятник. Да, я вам говорил, что работа в зимних условиях дорожает стройку. И вам всегда говорил, чтобы вы старались сделать все вот эти работы, скажем, там, кладку, бетонные работы в летнее время. Но, к сожалению, лето не наступает, а хочется быстрее сделать. Поэтому я сегодня посетил магазин НашДепа и там купил антиморозную предсалопедово-бетоном, противоморозную добавку для бетонов. Эту добавку выпускает наша латвийская фирма Сакрит. Все вы ее знаете. Они выпускают не только, скажем, эти добавки, они выпускают сухие смеси для кладки, для штукатурки, для утепления, клея для плитки и так далее. Они выпускают также грунты, краски, декоративку. Ну, тоже, это мы с вами все проходили. Почему я остановился на этой противоморозной добавке? Как вы думаете, чем я руководствовался? Ну, во-первых, конечно, цена. Далее. Я смотрел, опять же, как всегда, я вам говорю, читайте всегда инструкцию. Я прочитал инструкцию, что у меня можно вести работы до минус 20. Меня это вполне устраивает, поскольку, я думаю, что ниже минус 5 уже у нас не опустится температура. Плюс я еще смотрел, подвергает ли эта добавка коррозии металл, поскольку у меня в бетоне будет арматура, поэтому я выбирал такую добавку, которая не подвергает коррозии металл. И здесь написано, что эта добавка, противоморозная добавка АФ, не содержит ионов хлора. То есть, ионов хлора нету, значит, коррозии арматура подвергаться не будет. Далее. Я также смотрел на расход, сколько я должен добавлять на, допустим, добавки на килограмм цемента. И выбирал, конечно, ту добавку, которая... ну, наиболее выгодна, скажем так. Что же делает эта добавка с нашим раствором? Зачем мы... Или с бетоном? Зачем мы ее добавляем? Любая антиморозная добавка, она понижает температуру замерзания воды. То есть, если температура замерзания воды у нас ноль, добавив вот эту добавку, мы опускаем температуру замерзания до минус 5, до минус 10, до минус 15 и так далее, в зависимости от того, сколько добавки мы этой залили в наш бетон или в раствор. Такой простой пример. Все вы знаете, что зимой, когда мы ходим по улицам, дворники посыпают улицы каким-то составом. И у нас на тротуарах снег тает. Тот самый принцип, что и у нас в бетоне. То есть, они посыпают тротуары какой-то солью, которая понижает температуру замерзания воды. И наш снег тает. Вот и наша добавка. Она понижает температуру замерзания воды. То есть, у нас ударил мороз, но у нас есть добавка, и вода наша в бетоне не замерзает или в растворе. И наш цемент спокойно вступает с ней в реакцию и твердеет, 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 твердеет. Также вы должны знать, что полное твердение цемента наступает через 28 суток после замешивания его с водой. Это вы должны знать из Матерл Мацебы. Я вам давал сегодня повторить работу каменщика в зимних условиях. Посылал вам ссылку на сайт, где указаны были три способа работы каменщика в зимних условиях. Кто смотрел, хорошо, молодцы. Значит, первый способ – это способ замораживания. Я его сразу отметаю, мне он не нравится. Второй способ – это антиморозные добавки. И третий способ – это при помощи электроподогрева. То есть, залитую бетонную смесь или раствор, который уложен, скажем, в кладку, вставляют арматуру, подключают к нему, к этой арматуре подключают электроток. Ток проходит по арматуре, нагревает его и тем самым опять не дает в воде замерзать. То есть, три варианта у нас может быть работы в зимних условиях. Но для меня наиболее приемлемо, конечно, это антиморозная добавка. Я вам рассказывал про антиморозные добавки фирмы Винцентс. Но, помимо этой фирмы, я говорю еще раз, на рынке может быть подставлена любая продукция любых других фирм, которые также выпускают противоморозные добавки. Поэтому всегда надо читать инструкцию, вы это уже при этом должны, помню, знать, сравнивать. Теперь у меня к вам будет задание. Да, вот такой я нехороший человек, я понимаю, но тем не менее, вы должны быть грамотными специалистами, вы должны уметь четко все рассчитать, посчитать не только материалы, но и деньги. Деньги – это ваша зарплата, материалы – это то же самое, то, чем вы пользуетесь на стройке. Если вы посчитали, больше остались с вас, могу за это высчитать. Если вы не досчитались опять, вам нужно еще раз ехать в магазин, тратить время, бензин и так далее, докупать материал. Поэтому вы должны считать очень хорошо, если вы хотите быть нормальным строителем. Так, теперь задание. Ориентировочно я планирую, что у меня завтра будет расход цемента 300 килограмм. Еще раз. Я планирую завтра, что я потрачу на фундамент 300 килограмм цемента. В инструкции написано, что на 40 килограмм цемента я должен добавить 1 литр вот этой добавки АФ. Вопрос. Сколько я литров должен купить этой добавки в магазине Депо, чтобы мне хватило залить мой фундамент. Значит, еще раз. Расход 1 литр 1 литр на 40 килограмм цемента. Чтобы потом опять не переспрашивали, внимательно еще раз. На 40 килограмм цемента 1 литр этой добавки. Я планирую потратить завтра израсходовать 300 килограмм цемента. Вопрос. Сколько литров противоморозной добавки мне нужно купить для моего фундамента? Понятно? Все, мы это с вами проходили. Все вы это должны знать. Тем более, вам было повторение задано. Не помню, вчера или сегодня. Работа в зимних условиях. С вами был канал Хоторянин выходного дня. Удачи! Жду ваших ответов, решений. Берегите себя. Всем здоровья. До встречи! С вами был канал Хоторянин выходного дня. И его кот Бася. Если вы посмотрите, кот Бася очень умный, поскольку он спит на моих конспектах, на моих бумагах. Он все внимательно слушает. Да, Басенька? Все, всем удачи! Жду ваших решений. До встречи! Берегите себя! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok